Я Николай Казаков, это установка Handbrake на ZX6R. Будет установлен кронштейн Stantex с блокиратором, тормозной диск 310 мм с переходником Stantex, два радиальных суппорта Sumimoto, Brembo 16х18 в качестве главного цилиндра и комплект армированных тормозных шлангов Hell. Сначала собирается тормозной диск. К посадочному месту надежно прикручивается переходник Stantex. Это заводской плавающий тормозной диск от моделей Yamaha R6 и FZ8. Данное решение позволяет использовать качественный диск для дублера и легко его заменить в случае необходимости. На колесе тормозной диск находится в стандартном положении, без бокового смещения. Шляпки болтов утоплены для компактности. Далее устанавливается колесо. Кронштейн Stantex имеет плотные посадочные отверстия, чтобы минимизировать люфт. На данной модели стандартный ограничитель с внутренней стороны маятника отламывается при блокировках колеса. Поэтому мы разработали дополнительный внешний ограничитель, который разгружает стандартный. Лицевая пластина имеет точные размеры под посадочное место, поэтому ее нужно притягивать гайкой, чтобы установить. Далее необходимо натянуть и зафиксировать ограничитель. Для этого кронштейн поворачивается в сторону вращения колеса, а упор придавливается вниз. Ось колеса затягивается с усилием 127 Нм. Кронштейн Stantex рассчитан под диск диаметром 310 мм и 3 радиальных суппорта. Желательно использовать новые колодки, чтобы они хорошо притерлись, а также правые суппорты, потому что первым должен тормозить маленький поршень. Купить 3 правых суппорта сложно, поэтому я устанавливаю те, что есть. На данном этапе суппорты достаточно наживить. Для ножного тормоза также используется радиальный суппорт. Теперь последовательно накидываются тормозные шланги. Короткий шланг можно проложить за маятником. Левый суппорт лучше поставить снизу, чтобы при падении болт был дальше от асфальта. В верхнем суппорте используется двойной банжо-болт. После того, как шланги проложены, затягиваются банжо-болты. При этом фидинги необходимо придерживать рукой, чтобы они не провернулись. Длинный шланг можно проложить под баком слева от короба воздушного фильтра. Он подключается к тормозной машинке. Ее надо выставить в рабочее положение, чтобы правильно установить бачок. Стяжка – простое нежесткое крепление бачка, которое может сохранить его при падении. Шланг не должен заламываться, а бачок лучше наклонить вперед, чтобы в положении вилли не осушалось дно. Для заполнения и прокачки системы удобно использовать вакуумный инструмент. Систему лучше заполнить жидкостью ДОТ-5-1, потому что у нее температура кипения выше, чем у ДОТ-4. Суппорты прокачиваются штуцером сброса воздуха вверх. Система быстро заполняется, поэтому важно контролировать уровень в бачке, чтобы не осушить дно и не засосать воздух. Первый суппор желательно спустить несколько бачков. В остальные достаточно одного-двух. Главный цилиндр при прокачке требуется повернуть штуцером вверх. Приобрести запчасти нашего производства и армированные тормозные шланги Hell можно в магазине StuntX Shop. Это была установка Handbrake. Подписывайтесь на канал и следите за подготовкой этого мотоцикла к стандрайдингу.